В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Опоздали на три месяца. Ремонт на Куйбышевском шоссе в очередной раз затягивается. Памятник культуры и истории в Рязани выставили на продажу. Уникальное строение. Дом Херасковых находится в аварийном состоянии. Ремонт Куйбышевского шоссе в очередной раз затягивается. Ранее чиновники сообщали, что работы на этом участке завершат к 1 ноября. Капремонт начали еще в конце июля. Тогда обещали завершить его к началу учебного года. Но, вопреки ожиданиям, улица до сих пор остается раскопанной, что становится причиной пробок и порой даже рукоприкладства. Всю неделю многие рязанцы приезжали на работу с большим опозданием. Кто-то не успел на важную встречу, кому-то пришлось перенести или отменить прием у врача. В общем, жизнь города была явно нарушена, а планы большинству горожан приходилось менять на ходу. Из-за невероятных заторов в разных частях города. С самого утра вставали в пробку, едва вывернув из собственного двора, жители Дашково-Песочни района Шлакового и практически всего центра города. Видео стоящих без движения на проезжих частях автомобилей стали появляться в социальных сетях. Все, кому нужно было в парализованные районы, думали об этом с содроганием и старались перенести дела или искали объездные пути, которых между тем нет. Рязанцы жаловались на крупные заторы в центре города в соцсетях, делились возмущением, комментировали. Главной версией крупных заторов, по общественному мнению, стало начало дорожных работ на Куйбышевском шоссе. О том, что громкое заявление, будто ремонт Куйбышевского шоссе завершится к 1 сентября, помнят все. Несмотря на то, что на информационном баннере дату закрасили. И теперь надпись «Просто жизнеутверждающий» гласит «Ремонт будет закончен». Вопрос когда? Если говорить о сроках завершения, то, конечно, мы в значительной степени зависим от погоды. Прогноз на первую декаду ноября пока благоприятный для нас. И мы очень надеемся на то, что основные работы по укладке асфальта мы закончим к концу первой декады ноября. Другие работы, оставшиеся работы, их можно производить. И, конечно, в зиму не все работы можно делать, но даже если будет дождь, то работа по благоустройству будет продолжена. В любом случае, мы планируем к концу ноября закончить полностью работу на этом объекте. К настоящему моменту окончился сложнейший процесс переноса теплотрассы. За пределы дорожного полотна и начались непосредственно работы по укладке асфальта. Затрудненное движение на улице, являющееся въездом в город с федеральной трассой М5, давно стало причиной агрессии водителей, которым приходится стоять в пробках. Скажем, 31 октября пользователи соцсетей зафиксировали на видеодраку. По мнению очевидцев, автолюбители не сумели поделить дорогу в условиях очень плотного движения. Миновать пробку, объехав ее альтернативным путем, невозможно. Ведь единственная альтернатива – платный переезд, который, помнится, на время ремонта Куйбышевского шоссе, обещали сделать бесплатным. У нас была достигнута договоренность с оператором платного путепровода об открытии путепровода на время производства работ в случае, если на Куйбышевском шоссе будут заторы. И действительно, в те периоды, когда заторы образовывались, платный путепровод работал и в дневное время в бесплатном режиме. К счастью, таких моментов у нас было немного. К тому же переезд тоже не справляется с транспортным потоком. Однако оптимистичный взгляд на ситуацию чиновников рождает надежду. Так как там, помимо ремонта на участке более полутора километров, который мы проводим, мы еще осуществляем вынос теплотрассы. Эта работа успешно завершена. Теплотрасса новая построена. В ней тело дороги. Старая теплотрасса выкопана. И больше проблем, как мы надеемся, с дорожным полотном у нас не будет. Должен сказать, что этот участок вновь построен, но он уже в работе. Тот факт, что ремонтные работы легендарной дороги, которую со скрежетом зубов сжав кулаки, проезжали все автолюбители, прося мироздание лишь о том, чтобы в очередной яме не отвалилась подвеска, уже близится к концу, очевиден. О том, что избежать неприятностей и минимизировать ущерб и неудобства для автолюбителей не получилось, говорят ситуации, вроде зафиксированные на видеодраке. Однако мысль о том, что вскоре Куйбышевское шоссе станет ровной дорогой, окруженной прекрасным зеленым сквером, тешит каждого, кто пока ежедневно тратит часы, стоя в пробках. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязани – французский город Бресюир отмечают юбилей партнерских отношений. В этом году исполняется 20 лет, как они стали городами-побратимами. Отметить сотрудничество в наш город на этой неделе приехала французская делегация во главе с мэром города. Бресюирский – такое официальное название получил мост на улице Горького. Мы очень горды и рады быть сегодня здесь на открытии моста дружбы между Рязани и Бресюиром. Это результат наших усилий, нашей совместной деятельности в течение этих 20 лет. Визит французской делегации в Рязани не случайный. Ровно 20 лет назад, в 1997 году, было подписано соглашение между Рязанью и Бресюиром о сотрудничестве. Сегодня города готовы развивать отношения в сфере туризма, транспорта, а также в сельском хозяйстве. В области экономики тоже, но особенно в области сельского хозяйства, потому что наш район – это все-таки Бресюиро, наш сельскохозяйственный район. Поэтому нам есть куда развиваться. И думаю, что те трудности, которые у нас, может быть, сейчас и есть, они будут преодолены. Власти Рязани намерены сделать использование платных парковок удобнее. Речь идет о возможности постоплаты до конца текущих суток, расширения сети банкоматов для оплаты стоянки наличными и создания льгот для специальных групп граждан. Также депутаты предложили сократить штраф за нарушение правил использования платных парковок до 1 тысячи рублей. Сейчас штраф для физлиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а для юридических – от 4 до 10. Также 2 ноября появились абонементы на парковку. Приобрести документ можно на сайте или с помощью мобильного приложения. Один день абонемента стоит 120 рублей. Месяц обойдется в 1600. На улице Кольная в жилом доме произошел пожар. Двухкомнатная квартира в пятиэтажке загорелась рано утром в четверг. Звонок на пульт дежурного поступил в 4.45. На место происшествия выезжали три пожарные машины. Из дома жильцы были эвакуированы. Не обошлось без жертв. Погиб 56-летний хозяин загоревшейся квартиры. Еще один мужчина отравился угарным газом. Его госпитализировали. Причины ЧП выясняются. Ходить пешком по центру города становится опасно. Очередное обрушение крыши дома на улице Соборной. Часть кровли упала на пешеходную зону. И если зимой с крыш здесь будет обваливаться снег, то сейчас сыпется камень. Аварийная лента у дома 64 – не редкость. Она сообщает, что подходить близко к зданию может быть опасно для жизни. Рязанцам стоит быть аккуратнее. Вероятность падения кирпича на голову в этом районе возрастает в разы. Железнодорожный транспорт считается самым безопасным видом наземного транспорта. Но сама железная дорога, как известно, ошибок не прощает. В Рязани в последние годы идет активная борьба с нарушениями при переходе через железнодорожные пути. И причина тому самая серьезная. С начала года 17 человек погибли, пытаясь перейти дорогу поезду. Пешеходный переход, расположенный напротив стадиона ЦСКА на улице Спортивной, считался одним из самых опасных в нашем городе. Бывали случаи, что здесь гибли люди. Трагедии привлекли внимание транспортной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки были возбуждены административные дела, внесены представления в структурные подразделения ОРЖД и также предъявлен иск в суд. Результатом работы прокуратуры можно считать тот факт, что в данный момент ведется ремонт данного пешеходного перехода подрядной организации. И по результатам проведенных ремонтных работ прокуратуре будет дана оценка состояния безопасности на данном пешеходном переходе. Сейчас этот переход соответствует современным стандартам. Его ремонт почти полностью завершен. Вот так должен выглядеть образцово-показательный пешеходный переход на железной дороге. Здесь есть все. Площадка, на которой граждане могут подождать, пока пройдет очередной поезд, а также светофор, который подает сигналы для пешеходов. Пешеходный настил должен соответствовать установленным правилам. Он не должен быть ниже установленного уровня, выше установленного уровня. Ну, чтобы человек не зацепился, опять же, обувью за рельсу или за выступающей части пешеходного настила. Соответственно, не мог травмироваться. Также должны быть указатели расположенных движения, накопительные площадки, для того, чтобы люди могли ожидать времени перехода. Стоит сказать, что самым травмоопасным признан перегон Рязань-Лесок. За последние три года в черте города было реконструировано четыре перехода, в том числе и этот. Граждане остались довольны. Все оборудованы, спокойно перешли. Еще не доделали, а так устраивают абсолютно здесь. Потому что делают точно так же, как и в предыдущем переходе. Первый раз его вижу, в принципе, но вот эта вот конструкция, мне что-то не очень понравилась. Я думаю, что все будут вот так обходить, как я сейчас это сделала. Почему такие лабиринты на вход, на выход? Это сделано для вашей же безопасности, потому что дорога проложена таким образом, что перед выходом на железнодорожный путь, значит, вы идете лицом навстречу движущемуся поезду. И можете визуально убедиться в том, что поезд отсутствует, и условия перехода безопасны. Срок службы переходов составляет более 20 лет, поэтому рязанцы должны стараться бережно относиться к ним. Со своей стороны ответственные организации регулярно проводят обслуживание переходов. По инфраструктуре у нас идут непрерывные осмотры по графику, то есть каждую неделю осматривается железнодорожный путь, в том числе осматривается и устройство на обочине. Конкретно совместно с городскими службами мы осматриваем пешеходные переходы и переезды два раза в год во время генеральных осмотров. Осталось напомнить дорогим рязанцам о правилах безопасности. Ни в коем случае не нужно гулять по железной дороге. Поезд может неожиданно появиться из-за поворота. Переходите пути только по оборудованным переходам. В городе их достаточно. Двигаясь на велосипеде, самокате или скейтборде, покиньте транспортное средство и перейдите переход своими ногами. Будьте бдительны всегда, переходя железную дорогу. Прежде чем начать движение, посмотрите по сторонам и убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани памятник архитектуры выставили на продажу. Знаменитый дом Херасковых на площади Свободы сегодня является не просто последним из примеров деревянного зодчества, но и единственным сохранившимся в городе деревянным зданием в стиле ампир. Памятнику культуры повезло со статусом, но не с уходом. Уникальная постройка находится в аварийном состоянии. И сегодня его судьба под угрозой. Здание вместе с семью сотками земли владельцы продают за 12 миллионов. Замечательным примером деревянного зодчества Рязани является дом Херасковых. Здание с колоннами и мезонином. Памятнику культуры повезло со статусом, но не с уходом. Уникальная постройка, единственное сохранившееся в городе деревянное здание в стиле ампир, уже много лет находится в аварийном состоянии. Здание было построено в первой четверти 18 века помещиком Серовым. В те годы подобные дома для провинциального города были типичны. Внутри постройки располагалась анфилада комнат, соединявшихся между собой арками, а наверх в светелку вела крутая деревянная лестница с резными перилами. Дому Серова повезло больше остальных. Особняк был полностью сделан из дуба. Вероятно, именно это помогло ему выстоять целых два века без существенного ремонта и масштабных реконструкций. Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Частично разрушена балюстрада, приходит в негодность каменный фундамент. Срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок, а портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Здание не числится в реестре муниципальной собственности с 2004 года. В более цивилизованном городе такой дом уже давно бы отреставрировали и взяли под охрану. И с гордостью показывали бы туристам. Возможно, организовали бы какой-нибудь музей. Но мы живем в Рязани. Мы знаем, что существует хорошая практика в других регионах, когда из тех же самых руинированных зданий создают, можно сказать, воссоздают эти здания. К примеру, сам я был в Ярославле буквально весной 2017 года. Там создан целый историко-культурный комплекс в одном из сел, где в различных старинных зданиях находятся музеи, гостиничные комплексы. Все здания очень хорошо отреставрированы, за ними следят, и они приносят прибыль в бюджет Ярославской области. Когда квартиры в таком старом доме выкупают организации или частное лицо, считается, что зданию повезло. Значит, пока не подлежит сносу. В то же время, по закону об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, новый владелец или арендатор здания, представляющего собой историческую ценность, объекту ультурного наследия, берет на себя обязательства по его ремонту и сохранению. Собственник не только не занимался реставрацией, но и продает дом на довольно странных условиях. Я по поводу продажи дома на улице Свободы. Вам удобно говорить? Да, удобно. Актуально еще это объявление? Ну да, продается. Обязательство перед Министерством культуры сохранить его фасад, внешний вид. Но площадь можно увеличить. Вот у нас проект как раз мы увеличили площадь. Стало там 680 квадратных метров. Сейчас там 200 с чем-то, а вот по проекту 680. Нам запроектировали земли там 700. Еще к нему прилагается. Собеседник также рассказал, что несколько лет назад здесь хотели открыть ресторан. Также были планы организовать гостиницу или жилой дом. По проекту площадь здания 300 квадратных метров. Впоследствии владелец получил разрешение на его расширение практически в два раза. Вместе со зданием продается прилегающий к нему земельный участок площадью 7 соток. Владелец заявил цену в 12 миллионов рублей. Администрация, а также инспекция по охране объектов культурного наследия должна пристально следить за проведением данной сделки. Потому что статус объекта культурного наследия регионального значения, который имеет этот дом еще с 1968 года, накладывает охранные обязательства на его фасад и, скорее всего, на внутренние интерьеры. Как сложится судьба этого многострадального уникального дома, вероятно, покажет только время. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Подошел ноябрь и столбик термометра уже не раз пересек нулевую отметку и стремится к цифрам со знаком «минус». Небольшие снегопады каждый день напоминают о приближающейся зиме. Чтобы осень запомнилась на весь снежный период, Рязанские кинотеатры предлагают посмотреть новинки кино, долгожданные премьеры и даже отправиться в кино за мечтой. С начала месяца в кинотеатре «Киномакс» стартует акция. У каждого жителя и гостя города есть возможность стать обладателем одного из 35 ценных призов, включая популярный iPhone 8. Стать участником акции несложно. Нужно до 17 декабря сходить в кино на любые 4, но разных фильма, а билеты от просмотра сохранить. Когда эти билеты у вас будут на руках, вы можете принести их на кассу нашего кинотеатра, заполнить купон, где укажете свою фамилию, имя и контактные данные. Опустите этот купон к ворну, а после 17 декабря мы объявим победителей. Призы у нас очень ценные и очень классные. «Киномакс» подарит своим призерам смартфоны и никакие-либо, iPhone 8, смартфоны Meizu, Bluetooth-колонки, рюкзаки и много-много интересных других призов. Сходить в кино в ноябре и декабре действительно стоит. «Киномакс» покажет новинки и долгожданные премьеры как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Здравствуйте, у вас зал «Аймакс», ряд 9, место 14 и 15. Взрастная категория, 16+, в формате «Аймакс 3D». Приятного вам просмотра. Спасибо. «Киномакса» стоит выбрать и по той причине, что здесь есть единственный в Рязани кинозал формата «Аймакс». Войдя в этот зал, сначала удивляешься отсутствию экрана. Огромная стена – это и есть экран. Фактически кадр не имеет рамки. Именно это свойство плюс картинка высочайшего качества создают эффект погружения. Это уже для ценителей. Получается, что зритель не смотрит фильм, он как бы внутри фильма. Говоря об «Аймакс», нельзя не упомянуть о звуке. Современная интеллектуальная цифровая система с помощью особой лазерной технологии настраивается под каждый конкретный фильм. Зритель не просто слышит звук, он его ощущает. Именно поэтому «Аймакс» отбирает самые лучшие фильмы для демонстрации в кинотеатрах. Но для участия в конкурсе совсем не важно, какой зал выберет зритель. В кино за мечтой нужно сходить всего четыре раза. Не забыть обменять билеты на купон, и тогда популярный смартфон, о котором многие сегодня мечтают, может стать вашим. Увидеть в кино в эти дни можно и нашумевший фильм Алексея Учителя Матильда. Уже несколько месяцев идет противостояние двух мнений общественности. Те, кто возмущен картиной, перешли в тяжелую артиллерию. В городе даже прошли несколько одиночных пикетов против показа картины. Как восприняли картину в Рязани, узнавала Ирина Ковалева. Фильм «Матильда» Алексея Учителя вызвал настоящую бурю в обществе еще до его выхода в прокат. Попытки фальсификации российской и мировой истории, дискредитации, глумления и клевета на одних из самых почитаемых святых нашей церкви, царя-страстотерпца Николая II и членов его семьи. В этом и не только обвиняли создатели фильма. Как следствие, многие общественные и религиозные организации пытались добиться запрета его показа на территории нашей страны. Однако, как и было запланировано, «Матильда» вышла на большие экраны 26 октября. Отметил бы кто-нибудь выход этого фильма, если бы не шумиха, поднятая вокруг него, сказать сейчас сложно. Теперь же на его просмотр идут хотя бы для того, чтобы понять, имеют ли все эти обвинения под собой основу. Одним из первых этот фильм увидел доктор исторических наук Петр Акульша. По долгу службы, как он сам нам признался. Фильм его не впечатлил ни в художественном плане, ни в историческом. С точки зрения истории, там, в общем, кроме того, что был Николай II, у него была, ну, как сказать, ну, любовница, называют так речи с именами. Мадемуазель Кшесинская, она, поскольку была незамужней, она в эмиграции вышла, уже замуж, то он появляется, один великий князь, вот за него. Он был помадше ее. Что была ходынка, коронация Александровна Федоровна и катастрофа Царского поезда до своего времени, всего больше ничего там достоянного нет. Слабый сценарий, слабая режиссерская работа, несоответствие фактам истории – вот заключение после просмотра Матильды доктора исторических наук. Однако ничего, что могло бы затронуть чувств верующих, по словам Петра Владимировича, он не заметил. А ведь именно на это не раз делался акцент в обсуждениях Матильды. Мы решили узнать мнение православного священника, который принимал участие в дискуссии по поводу того, какой должна быть реакция православной общественности на этот фильм. В первую очередь, отец Дмитрий отметил, что к году столетия революции было бы логично подготовить серьезные фильмы, аналитические, о том страшном времени, которые заставили бы общество задуматься о прошлом и не допустить подобного в будущем. А в итоге мы видим фильм, который весьма поверхностно судит о фигуре последнего русского императора. Но что касается оскорбления чувств верующих, с точки зрения отца Дмитрия, вне рамок уголовного права оно, несомненно, присутствует. Еще раз хочу сказать, что портрет государя, который там представлен, он очень искаженный портрет. Исторически он искажен. Это, несомненно, в угоду художественному вымыслу. В какой-то мере, наверное, допустимо. Но в данном случае, я считаю, что это недопустимо. Государь – это великий святой. И более того, еще раз, подчеркну, что человек, который очень жестоко пострадал, он – его семья. Вот хотя бы даже это, оно, наверное, заставляет нас в целом уважительно относиться к его фигуре. Который, конечно, человек, который очень благородно себя повел в таких обстоятельствах, семья, глядя на лица которой, мы понимаем, что это не лица, а лики. Понимаете? Поэтому я считаю, что действительно можно обидеться. Но, понимаете, святые для нас – это как… это священные образы. Возможно, понять это светскому человеку непросто. Вот как раз для того, чтобы узнать реакцию на фильм «Простых рязанцев», мы отправились в один из кинотеатров нашего города. Сеанс только закончился, и люди с удовольствием делились с нами своими впечатлениями. Фильм очень хороший, очень-очень замечательный фильм. Нам очень понравилось. Все очень красиво, все это, ну, пока впечатление, пока, знаете, такое вот, очень все хорошо. Смешанные чувства какие-то, значит, фильмы. Ну, так фильм интересный, но просто, ну, такое ощущение, как будто очень много все-таки из истории переврали. Хоть это и художественный фильм, но все равно какое-то, ну, не очень приятное чувство. Я не понимаю, почему его нужно было закрывать, не показывать. Ничего в этом нет такого зазорного. Он с артисты на сцене обнаженный. Это наша история. Знаете, у меня переполняет чувство. Фильм такой красочный, богатый, красивый. Артисты подобраны. Очень здорово. Я очень довольна. Смотреть Матильду или не смотреть – это решит каждый сам для себя. И хорошо будет, если после просмотра фильма у зрителей появится желание узнать больше о нашей истории. Только тогда они поймут, что, по сути своей, фильм не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле на рубеже веков. Еще один водный объект Рязани получил название – пруд Серой Шейки. Так теперь называется водоем в микрорайоне Дашково-Песочне, неподалеку от 11 больницы. Название придумали в детском центре народных промыслов «Оберег». Городские власти инициативу педагогов и воспитанников поддержали и установили соответствующий знак-указатель у пруда. Гостями праздника стали представители администрации города, префектуры Октябрьского района и учащийся школ. Для жителей микрорайона были организованы русские народные игры, экологическая викторина и музыкальный флешмоб. Один раз с коллегами проходили мимо пруда и посмотрели, что утки пламены, говорят, ну просто, вот как в сказке «Мамин Сибиряка». Пруд Серой Шейки. А дальше пришли, детям сказали, дети подхватили, рисовали, делали у нас и фото были какие-то конкурсы. Как отметили в Управлении благоустройства администрации Рязани, пруд Серой Шейки получил свое название официально. Уже на протяжении многих лет в водоеме круглый год проживают десятки уток. Рязанцы приходят отдыхать сюда семьями и кормят его обитателей. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. город62.тв. Попрощаемся с вами до вторника. Желаем хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok